Еще раз, друзья, страйки и ухо для вас работают. Это финал. We play lock and load. Вторая карта — это выбор французов. И вот, как отметил Алексей, действительно, на втором додасте у Виталити вчера были серьезные проблемы. Но вот проблема ли была во французском коллективе? Ну, вроде бы мы вчера определили, что здесь больше заслуга просто. Действительно, первая половина, даже большая ее часть, была именно их заслугой. Раунды были максимально четкие, отточенные. И за это, наверное, стоит отдать отдельный респект тренеру команды просто Арсению Сени Тренковенко. Так, у нас рожби, по-моему, Юр. Смотри, какая история у нас здесь происходит. Уже пошли фраги, а мы почему-то их не видим. И Садед Фокс делает по минусу, врывается также через нитнюю тэшку Хелл Рейзерс. К сожалению, мы все это дело... Так, у нас сейчас заход еще в спину. Ну, в общем, Виталити проигрывает раунд. Это точно. 1 в 3, конечно, будет очень тяжело. Да, РПК пытался ворваться в окно и продавить позицию игрока на центре карты, но из этого ничего удачного не получилось. Действительно, простая тактика, очень знакома СНГ-региону, рожби и мазафака, но не сработало. Хелл Рейзерс были готовы. Моментально парочка игроков оказалась в спине через нижнюю тэшку, но основной прием как раз-таки оформили опорники Б-планта. Да. Экономически для французов у Хелл Рейзерс 2 МП 9, 2 МАСа и есть АУК. Ну, знаешь, HR готовились к закупочке от Виталити. Достаточно агрессивные позиции в милле. Сейчас хороший будет Молотов от Ангела. Даже не хороший, а своевременный. И там уже ИСа делает минус. Немножко подфармил. РПК погибает. Также ИСа продолжает фармить. Ну, тут просто контактный раунд. На самом деле от Хелл Рейзерс задача максимально просто дать фармганам поработать. И пока, кстати, три минуса. План рабочий, в общем-то, для Хелл Рейзерс. Четвертый минус. И опять-таки же это фармган. Второй для Кирилла Карасева в этом раунде. Последний НБК. Глок в руках. 35% здоровья. Ну, вряд ли здесь Натан что-то сможет придумать. Так, ну, закуп в следующем раунде у нас точно будет. Мне интересно... Пропустил НБК. Двух пропустил. Да, ну, вот Воксик должен делать минус. Не было понимания о том, что просочился Турок сквозь пристальный взгляд НБК. Ну, хотя бы один минус сделал. И то хорошо. Так, ну что, наблюдаем за действиями команды Виталити. Закуп, ну, должен быть. Я не знаю, что они так долго думают. Это было достаточно очевидно. Вопрос, наверное, сразу в тактическом плане. Что мы увидим? Будет ли это быстрая попытка быстрого выхода на длину? Возможно, какой-то ранний выход на базу Б. Ну, нет, просматриваются достаточно стандартные передвижения атаки. Правда, в минуту 40 уже тут Апекс под флешечку готов внедряться в центр карты. Да, быстренько действует Виталити. Выход на центр. Юб Карасев видит Апекса. Есть минус. РПК дает размены. Все, французы должны были остановиться. Такое ощущение, что Хелл Рейзерс понимали, что это может произойти. Ну, в частности, Ангел, да? Так точно. Он стоял под смоком. Воксик играет внутри флэнта. Увидел Зиг. Ну, как же он здесь не попал? По-моему, между ног. Но за второй попытки Воксик забирает НБК. Это большинство для Хелл Рейзерс. И действительно серьезный повод порадоваться. По джиму базы Б, номер 2, это Дэдфокс. Раздобыл огромное количество информации для своих тиммейтов. И Ашера готова к приему Апвента. Да, пошла перетяжка. Иса уже стягивается ближе к базе А. Будет поздний сплит на лонг. Он заканчивается. Вернее, останавливается полностью Хоббитом. Алекс погибает. 2 в 4 ситуация. Французы пытаются через платформу пройти на базу А. Воксик, как же хорош с снайперской винтовкой. Уже второй минус для него. Нужно дальше жить и просто добить Зиву. Однако этот пассажир очень опасный. Мы знаем, что он может исполнять. Нет, все-таки справились. Да, Иса ставит точку в раунде. Но, знаешь, очень хладнокровно развернулся и выключил игрока, поджимавшего в спину. Зигзаг отъехал. После этого был реальный шанс забрать еще и Воксика. Но не дает этого сделать Иса. Да, повтор пистолетного раунда. Спасибо большое. В общем-то, те события, которые мы пропустили, сейчас мы сможем их наглядно вам продемонстрировать. Опять же, спасибо операторам, спасибо режиссерам, обсерверам, всем-всем, кто работает над созданием этого контента. Быстрый выход на базу B. Так. Ну и что, в итоге почему только один минус? Вот знаешь, даже несмотря на то, что три игрока находились под базой B, все-таки одного бросили в Дедфокса и, по сути, продали. Да. Ну и как-то он тоже, по большому счету, не очень оптимально, скажем так, сыграл со своей М-кой. Всего-навсего только один минус. Там ребята были без армора. И это было достаточно легко для Виталити сыграть в размен. Ну и все-таки выигрывают этот раунд HellRaisers. Однако Виталити поставили бомбу. Задача минимум выполнена. Ворвались на базу B, сделали минус опорник Б-планта, установили бомбу. Ну, на этом, наверное, все. Чего можно было хотеть больше? Конечно же, взять раунд, но Ашеры этого сделать не дали. Орешек только просыпается. Топ-фрагер команды Виталити, ну, пока что не знает вкуса убийства. На втором Дедасте. Орешек, Юра, имеет в виду Дэна Мадисклеера. Того самого Апекса. Я просто иногда, ты говоришь Орешек, я не могу понять, о чем он. Кто такой Орешек? Да, на самом деле Апекс, да, действительно, так и есть. Есть закуп у нас у Виталити. Мы наблюдаем СГ, АВП и 3 АК 47-х. И где-то уже такой вот раунд, начало именно вот в таком же стиле мы уже видели от французов. Ну, заметь, в этом раунде вроде бы действуют немного на других скоростях. Если приблизительно на этом же тайминге мы видели размен в центре карты, то сейчас французы аккуратно проходят позицию ворота и пытаются пробраться на зигзаг. При этом мы видим, что HellRaisers отдали полностью центр карты, играет в укрепление. Не то, чтобы укрепление, но позиция, в общем-то, есть на длине, есть на Апланте непосредственно у команды HellRaisers и два игрока закрыта на Б. И тут уже NBK достаточно агрессивно действует. Есть возможность, в общем-то, Виталити сейчас через шорт выйти на базу А. Ну, знаешь, либо мне показалось, либо NBK заметил позицию в оптике. Хотя вот, зная Турка... Ну, ты знаешь, мне кажется, что это настолько очевидно. То есть тут заметил, не заметил, он должен понимать, что Авик либо на спуске, да, на единице играет, либо уже непосредственно на машине. Ну, вот все-таки вариации позиций присутствуют, и от этого во многом зависит раскидка коллектива Виталити. Ну, вроде бы хорошие позиции для приема у HellRaisers. Ашера готова к этому выходу, коктейль Молотова. И вот давайте смотреть за тем, как будут атаковать Виталити в этом раунде. Боксик отъехал, РПК делает первый минус. Хоббита хватает только на одно убийство. Ну, и вот они первые серьезные проблемы у HellRaisers за сторону контртеррористов. Отвечает Ангел. Очень важный минус для ретейка, возможного ретейка HellRaisers сейчас нужно сгруппироваться. Тут еще проблема для ХР заключается в том, что Алекс находится в центре карты, и он здесь даже может ИСу вместе с Дэдфоксом подрезать. Ну, и после этого фрага, который только что сделали в Виталити, все-таки ребята из ХР решили уходить на сейв. И закуп будет в следующем раунде. Тут еще вопрос к Виталити. Стоит ли идти искать эти девайсы, поскольку экономика достаточно хрупкая. Ну, да, по сути сейчас как у HellRaisers, так и у Виталити в следующем раунде это будет ресета-опасность. Как для стороны контртеррористов, так и для Виталити действительно. Хорошее определение, мне нравится. И это финал Лок-н-Лоу, победитель забирает 25 тысяч долларов. 25 тысяч долларов. Очень неплохо. Отличный результат. За два дня. За два дня, за три best of three для победителя. Да, особенно в том случае, когда в гранд-финале встретились все иные команды, которые не участвовали в групповом этапе. Да. Легкие деньги. Изи мани. Ну что, пошла жара, пошла игра. У нас уже РПК внедрил смог куда-то на лонг. Дэдфокс с АВП, кстати, что примечательно. В целом мы видим две снайперские винтовки. И Венгар открывает счет фрагом в этом раунде. Хорошее начало. Минус Апекс. Ну вот теперь более пассивные позиции занимают ребята из HellRaisers. Какой хэдшот? НБК вспомнил то, что делал на первой карте, на кэше. По-моему, выход Юр на Б просматривается. Иса отпускает этот бленд. И команда HellRaisers будет делать достаточно сложный ретейк базы Б. Вот походу нет информации о том, где находится игрок Б-пунта. Ребята из Виталити, они до конца не понимают, неужели так просто им дается этот выход. Так, сейчас будет интересный буст. Возможно, сделают минус за иксом. Ой-ой-ой, как это все смачно смотрится с глаз Иса. И как же он не убивает Зиву. Хорош, здесь делают важнейший минус. И вот теперь постплан ситуация складывается очень хорошо. Для Виталити можно выигрывать этот раунд. Ну, по сути, здесь вариант только один. Надо уходить на сейв-девайсов. И у Хоббита этого уже сделать не получается. Хотели закрывать HellRaisers команду Виталити под базой Б. Но вот, как видим, после минуса Хоббита парочка Воксик и Ангел пытаются сохранить оставшееся оружие на длине. Это АВП, это АУК. И эти девайсы однозначно Ашером пригодятся. Да, на самом деле, учитывая то, что деньги сейчас, ну, в любом случае получат 2400 плюс на свой счет HellRaisers, поскольку уже тем Виталити будет второй раунд подряд. Ну и вроде как просматривается полноценный закуп. Неплохой даже может быть. HellRaisers решили сохранить. Это абсолютно правильное решение. Достаточно многое зависело от того, сделал бы, если бы сделал минус Иса, когда был буст. Но там мы видели Зиву, был хорош с АВП. И команда Виталити забирает второй раунд. Да, действительно, один из лучших игроков по версии сайта HellTvOrg. По статистике он точно лучший. Развернулся спокойно в этой ситуации, не растерялся. Сделал минус игрока, который находился на подсадке. Ну и тем самым похоронил абсолютно все шансы на выбивание команды HellRaisers. Не забываем про промокоды. Отправляемся на сайт vplay.tv. Заполняем необходимую графу и участвуем в розыгрыше на Жабабочке. Баттерфляй. Баттерфляй. Так и есть. Ну, уже достаточно много скинов мы разыграли. Друзья, они все еще будут разыгрываться дальше. И продолжайте следить за кодами. Вводите их на сайте. И все, кто вводят коды, они принимают участие в розыгрыше. То есть те люди, которые ввели код, они являются участником розыгрыша скина. Непосредственно сегодня разыгрывается Бабочка. Ну, там еще вроде как какие-то девайсы мы до этого разыгрывали в Оксик. Хорошо начинает. Здесь первый фраг пошел. Нужна хелпа. В общем-то здесь в команде HellRaisers. И, по-моему, они не справляются с этим выходом на лонг. Да, РПК постарается ситуацию исправить. Есть минус по Абаю. Забирает Хоббита при попытке занятия ямы. А вот зачем лезет Кирилл Карасев? НБК забрал Ису. Как так в Razers после двух первых минусов потеряли уже троих игроков? И ситуация кардинально изменилась в этом раунде. Вот так вот разбазарить преимущество еще надо уметь. Алекс откидывает молотов. Оксик достаточно агрессивно действует. И пока игроки двух команд под смоком действуют, Алекс делает выстрел, отходит. А Оксик сейчас все-таки может поймать на ретейке длины для себя своих оппонентов. Но все-таки Виталити решили отойти. Кстати, вы знаешь, по количеству здоровья вроде бы, ну, численно мы видим перевес на стороне Виталити. Но вот 20-46% здоровья, например, для того же Дэд Фокса это изи катка. Вот он первый минус. Падает НБК при попытке прохода через центр карты. Ну и что Виталити? А теперь испытание для Воксика. Даже не испытание, а, возможно, работа. Мы не за тем. Как же так? В общем-то, мы не туда смотрели. Но суть в том, что Алекс делает фраг на Апленте. И Воксик здесь на своей, возможно, стандартной позиции просто погибает. Вот до конца непонятно, что контролировал снайпер команды Ховрейзер. Зигзаг или длину. Ну и теперь вся надежда на Дэд Фокса. Попытка прийти в спину с длины. Но это все под контролем британца. Третий подряд раунд забирают ребята из Виталити. Ну и, наконец-то, это ресет экономики для Ховрейзерс. Это не ресет, Юр. Это уже третий подряд для Виталити. Это просто эко. Ну да, заставили сливать. Это же у нас уже получается третий подряд. Да, я же не ошибаюсь. Это именно стрик. Было 4-0. Ну, эко в любом случае. Да, деньги закончились. И это возможность французам выйти на счет 4-4. У нас опять пауза, но я думаю, что она сейчас будет непродолжительной. Хотя, аж где девайсы, я не могу понять. Просто в руках у него Глок. Ну, просто смотрю. А, есть арморы. Внезапно куда-то пропали все АК-47 у команды Виталити. Но все на месте. Все на месте. Все нормально. Сейчас мы возобновим игру. И это, очевидно, будет экономически для Ховрейзерс. Это, кстати, мог быть бэкап. Вот. Переставим пауз. Ага. Ну, возможно. Страшно почему-то смотреть на статистику топфрайгера. Действительно, от Ореха мы привыкли видеть более результативные показатели. Но пока что на втором дедасте на карте команды Виталити у Ореха все очень плохо. 0-0-7 у нас очередное крещение агента. Да, кстати. Записали в клуб мы Апекса. Ну, на самом деле, для него-то все не очень хорошо. Но мы видим, что для команды сейчас настали хорошие времена. Они взяли три раунда подряд. Соответственно, вероятно, сравняют счет в этом раунде. Дальше у них все хорошо также по экономике. И здесь уже будут в роли догоняющего игроки команды Ховрейзер. Сенбике отлично проходит на шорте. Делает два фрага. Также оформил фраг Зиву. И ангел последний с пустынным орлом. Знаешь, даже вот на таких, казалось бы, простых раундах французы действуют максимально четко. Проверяют все позиции под флешки. Никто никуда не торопится. Они контролируют карту. И это работает в первую очередь на их экономику. Кстати, заметь, кого забрал Кирилл Карасев. Зигзаг пытался проходить Апекс. Он никому не мешал. Он просто попал под горячую руку. А точнее его, ну вот в данном моменте, наверное, сбила фура. Да, не повезло. Та самая фура, на которой катался наш ведущий Алексей Костарев. Снайперская винтовка от Voxic, от Riauga. И Riauga у Ховрейзерс и M-ка у Dead Fox. Ну и Voxic, наверное, можно сказать по большому счету, что пока его снайперская винтовка молчит. И, возможно, нам хотелось бы увидеть чуть больше импакта от этого игрока. Собственно, в игру команды Hellraiser. Но пока действительно турок тут. Ну, кстати, Лех, вот в том раунде, где HR сделали два первых минуса, как раз-таки неплохо поработал Voxic. На длине, да. Да, он сделал первый минус, он видел второго, промахнулся. Но вот, как ты отметил, в дальнейшем мы ждали от него второго, третьего минуса. Но он остановился только на одном. Ну, просто удивило, знаешь, меня то, что у него была достаточно хорошая позиция для снайпера. Он был на пленте и фокусил яму. Ну, и Vitality выходили туда, и вроде как боксик обязан был сделать минус. Но что-то пошло не так. Тут выкуривают в медле Vitality игроков команды Hellraiser. Подставляется турок. Также Alex находит фраг по Ангелу. Это было на Ланге. Там же пошел размен от Хоббита. Хоббит притягивается ближе к Апленту. Ну, а Vitality действует максимально хитро. Знаешь, заходит им вот это вот Vitality. Так и хочется назвать. Так, сейчас медлевует экшен. Но-но-но-но-но-но-но-но! Апекс в шаге от того, чтобы сделать первый фраг на втором дедасте. Или это будет девятая смерть для Орешка? Ребята, троечку включите, пожалуйста. Ладно, уже не надо. Так, ну вот Хоббит погибает. Да, НБК грамотно выдержал паузу. Остался в своем же дыму. И забрал Хоббита вместе с Исой. 5-4, Vitality уже впереди. Серия из пяти раундов подряд. И знаешь, вот точно так же, как и вчера против просто... До определенного момента ничего не получалось у французов. И в какой-то момент включение. Один какой-то важный переломный раунд. И после этого взяли и посыпались. Вот они фраги Алекса. Опять же, спасибо большое нашему режиссеру за этот повтор. Это было очень важно. И экономически сейчас у Hellraiser с Vitality берут раунды. Ну, как-то пока слишком легко. В прошлом на оружейном только один минус смогли сделать Hellraiser. Ну, и здесь уже есть небольшие проблемы у Vitality. Апекс, правда, оформляет фраг. Возможно, это был первый. Наконец-то. Поздравим. Орешек. Да, ну и Hellraiser что? В общем-то сделали минус, но девайс не получилось отнести. И Зиву делает фраг по оппоненту на шарте. И... Ну, как же... Вот насколько грамотно... Оу, Дэд Фокс! Вот это да! НБК Зиву! Вот знаешь, от кого от Мертвого Лиса такого я не ожидал. Будет ли третий минус? Апекс. Да. Дэд Фокс. Что? Это Дэд Фокс. Ну, может быть, этот раунд как-то поможет команде Hellraiser стабилизироваться. У Алекса проблемы. Уже поджимают... Дэд Фокс и погибает Hellraiser. Как же так? Дэд Фокс. Я заговариваюсь немножко, прошу прощения. Я попробую просто дать слово Юре, чтобы он чаще комментировал. Попытка прохода по зигзагу. Ангел делает минус, забирает НБК. Кстати, вот Натана на карте кэш не получалось остановить. И, благо, на втором Дэдасте включился капитан команды хотя бы в одиннадцатом раунде. Сделал то, что от него требовалось. Забрал НБК. Ну, и, заметьте, за капитаном команды Виталити посыпались все остальные игроки. Последний Зил против пятерых. Снайперская винтовка в руках. Попытка навредить экономике Hellraiser. И здесь что-то получается. Добирает красного Кирилла Карасева. Ну, вот агрессию от Воксика с АВП. Ну, вряд ли на такой позиции Зил ожидал его увидеть. 6-5. Ашеры просыпаются. И после проигранных шести раундов подряд наконец-то забирают первый. Да, стрик из раундов у них достаточно серьезный. Отдали им. Появляется вторая снайперская винтовка Dead Fox. Hellraiser как-то слишком уверенно взяли последний раунд. Но отдам должное, опять же, Виталити. Очень четко они разыгрывают. Даже несмотря на какие-то микро ошибки, которые мы видели в позапрошлом раунде. Все-таки Виталики разыгрывают более поздние тайминги. Просто исключительно. Бомба сейчас лежит под Бетри. Игрока уже готовы заходить на эту позицию. А Магрица, игрок команды Hellraiser. Это был Воксик. И как же четко в ответ стреляет Иса. Да, есть два минуса в ответ. РПК и Апекс погибают. Ну, Зиву, кстати, не стал рисковать и выходить третьим. Потому что, ну, точно так же мог отъехать, как и его тиммейты. Врыв от Аликса. Десант на Контровский спаун. Забирает мертвого лица. Но ситуация по-прежнему не для французов. Хотя вот уже все кардинально меняется. Не было возможности Хоббиту отойти. В итоге у нас Иса делает минус по Аликсу. Сгорает сам же Иса. И Ангел остается в ситуации один на один. Как же круто отыграл Аликс. Знаешь, на протяжении всего раунда Ашеры были на шаг впереди. И каждый раз Аликс эту ситуацию выравнивал. А вот что теперь делать Кириллу, это вопрос. И заметь, что с деньгами у Hellraiser. Проиграв этот раунд, вот наступит тот ресет-опасный. Да, раунд ресет-опасный, это точно. Ну, вот сейчас бомба стоит. Ангел, по-моему, уверен в том, что это база А. Да, Зивус АВП на шарте. Ой, какой тайминг. Какой тайминг. Убей! Браво, Кирилл Карасев. Ну, опять-таки же, не без удачи. Действительно, в этом раунде она улыбнулась капитану команды Hellraiser. Из меня вырвался болельщик. Случайно. И топил за Hellraiser. Говорит, убей! Кстати, вот знаешь, ты говорил по поводу французов, то, что вот в прошлом раунде они просто, ну, вот посыпались по всем фронтам. Вот у них такое бывает. Абсолютно против, ну, разных соперников. Такое подобное было и в матче против Optic Gaming. Ну, и с Просто были такие же моменты. Как-то вот парни умеют, вот, знаешь, все хорошо, 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 а потом бац и без шансов. Зато на следующий раунд, опять-таки же, ну, возвращаются, не теряются и, ну, ни капельки не тельтуют. Дэдфокс, какая агрессивная позиция, и как же это было легко. Ну, подловил, на самом деле, он действительно здесь подловил Зиву, приходил на машину, его уже фактически ждал Дэдфокс. Энтрифраг для Hellraiser. Дальше продолжает Венгр смотреть лонг. Ангел внутри шарта. Хоббит также на хелпе действует на базе А, и достаточно закрытая оборона от Hellraiser. Посмотрите, что происходит. Воксик поджимает у ДжБ, делает минус по НБК. Тим Виталити пока сыпется по всем фронтам, однако делают ретейк длины. Да, надеялись они здесь увидеть достойное сопротивление, отрезали позиции хелпующих, но, опять-таки же, встретили только снайпера, который после промаха скрылся на безопасную позицию, и, опять-таки же, Hellraiser в большинстве, в два игрока пытаются остановить очередную атаку команды Виталити. Какой обидный промах, Дэдфокс. Вот это все, Алекс проходит, забирает Тейсу. В спине, правда, находится игрок команды Hellraiser, и, собственно, Кирилл Карасев должен ставить точку в этом раунде. Закрыто. Ну, заметьте, опять-таки же, вот включение снайпера в Ашер, это то, что получается в защите на втором дедасте. Вообще, что знаешь, Юр, интересно, что вот счет 4-0, потом 6 раундов как-то Виталити берут безапелляционно, и тут же вот сейчас уже включается Hellraiser, начинает снайпера попадать, делает важнейшие минусы, но при том Воксик, который там, я говорил о том, что да, возможно, где-то он там не складывается у него, тут поджал Б, там Дэдфокс сделал минус, и команда Hellraiser совершенно не чувствует, знаешь, какого-то смущения по поводу там их 6 раундов подряд. Была зацепка. Была очень важная зацепка. Был вот тот самый раунд, в который они Ашер забрали без шансов, и после этого сразу же напряженная и супер важная ситуация, как экономически, так и психологически. Это ситуация 1 на 1, которую выиграл Кирилл Карасев. Дальше начало получаться. Но вот теперь не проиграть бы полуфорсированному баю. Три АК-47, два дигла уже потеряли капитана команды. Попытка агрессировать закончилась не совсем удачно. На зигзаге уже лежит второй игрок команды Hellraiser. Ну вот что происходит в медле? Просто Hellraiser не делая абсолютно ничего, вернее, что они делали? Они, как говорит Хаос, элитно тусовались. Были просто перестреляны без шансов, и сейчас, судя по всему, заберут этот раунд, если Воксик не сотворит чудо. Ну, вряд ли. Вот знаешь, опять-таки же дисциплина, виталити. Они не стали идти выбивать снайперскую винтовку, понимая, что с этим парнем шутки плохи. Здесь лучше отправиться на противоположную базу, установить бомбу и спокойно довести раунд до победы. А Воксику лучше засейвить. На самом-то деле, деньги у Hellraiser очень-очень даже на слабых позициях. То есть тут, если посмотреть, опять же, на левую часть экрана, 1950, 3950, 3200, это ресет плюс по 1400, ну... Но у троих игроков будет. В случае сейва Воксика это будет еще дроп. Очень важно засейвить. А не дадут засейвить. 7-7. Хорошая экономика у Виталити на последний раунд. Ну и не очень хорошая от Hellraiser. Однако, однако могло быть все намного хуже. Поэтому, в общем-то... Ты знаешь, выбора, опции нет у Ашеров. То есть последний раунд первой половины однозначно надо закупаться. И это Ашеры будут делать. Хватит ли денег на действительно хорошую закупку? А главное, ну, силы уверенности, чтобы затащить этот раунд и выиграть первую половину на карте соперника. Агрессия от Hellraiser. Попытка врыва на базу B. РПК Воксика забрал. Кирилл Карасяв разменивает. Ну вот... Апекс идет до конца. И опять-таки же размены. Ситуация 3 в 3. Но опять... Ну вот, знаешь, полторы минуты времени. Этого более чем достаточно, чтобы задергать Hellraiser по всем фронтам, найти какую-то слабую позицию и попытаться зайти без какого-либо сопротивления. Hellraiser сами создают такую ситуацию для Виталити. Ну, в принципе, я их не буду осуждать здесь за это решение. Поджать какую-то из позиций – это, в общем-то, хороший мув. Ну и вот мы видим, что разменивает Иса своего тиммейта. А вот команда Виталити идет на базу B. Здесь Хоббит. Да, не совсем своевременно уходит. Зря он отдал. Делает выпад, забирает своего оппонента. Тут же отвечает фрагом Алекс и Иса. Ну, можно... Кстати, вот сейчас бы под степом я бы зашел в смог. И он зайдет. Аликс не ждет его здесь. А Иса. Вот это... Знаешь, это даже спреем не назовешь. Но Алекс не самым первым патроном навелся на голову Ису. Но третий, четвертый точно залетел. Ну, тонкий момент, конечно, тонкий момент. Тут сложно, опять же, критиковать Ису. Кстати, посмотри вот по статистике, как ровно выглядит команда Хэврейсерс. Да. И как неровно выглядит Апекс. Очень неровно. Два фрага у Апекса. Пять РПК, Зиву девять. Фрагов, опять-таки же, основного бомбардира команды Виталити мы пока что не видим. А ты знаешь, вот можно ли назвать сейчас Апекс основным бомбардиром, когда есть Зиву? Вот мне кажется, уже это перешло, вот эта пальма первенства перешла сейчас к молодому парню. Так я про Зиву и говорил. А, ты про Зиву имел в виду? Да, не видно то, что вот он... Ну да, мы видим, что действительно здесь на первых ролях Аликс, НБК, прежде всего Апекса не видно. Но по большому счету это, ну, это, в общем-то, неплохая половина для Виталити. 8-7, ну, я думаю, что Диффенс также будет на уровне, опять же, мы понимаем, что Виталити пикнув эту карту, наверняка покажут довольно неплохие сетапы в обороне. Вот игра мне понравилась, и мне понравилось то, что Hellraiser постоянно что-то предлагали своим оппонентам. Вот в последнем раунде этот поджим в троем базы Б, он тоже достаточно выглядел достаточно интересным. Да, но вот как начнут французы вторую половину, это не менее интересно. Один игрок отправляется на оппонент, один в центре карты и поджим базы Б втроем. Действительно, это нестандартное решение. Сейчас, возможно, через какое-то время Hellraiser просто будут читаться, потому как сейчас Виталити собирают огромное количество информации по базе Б как минимум. Проверят сейчас мидл и все, и будет очевидно, что это выход через лонг. Ну, очень долго там через терровский спаун отправляется один из игроков команды Виталити, а вот Ашеры теряют драгоценные секунды. Они даже не подозревают, что... Они же не знают об этом. Да, Виталити уже контролирует абсолютно всю ситуацию, главное теперь показать какой-то идеальный выход на базуа. Мне кажется, что Hellraiser здесь главное поставить бомбу, и в этой ситуации будет достаточно тяжело это сделать. Зива уже работает, пошли размены, тут в плюс пока для команды Виталити, однако, отвечает Воксик. На спине сейчас будет игрушка, как раз-таки он будет хранить НБК, Алекс по минусу, и сопоследний против троих. Нет, тут закрыто. Закрыто, притом со всех сторон. Да, как же Ашеры долго двигались по длине. Вот знаешь, вот эта пауза после занятия, столь важная позиция, она с Ашерами сыграла злую шутку. В ту же секунду Виталити поджали базу Б, понимая, что там нет никого, отправили вот эти, ну, скажем так, пустили сети на терровский спаун, пустили сети на центр карты. Опять-таки же, не в третьем сопротивлении, четко понимали, откуда будут атаковать Ашер. Да, ну и Hellraiser теперь играет с глоками, быстрый выход на центр карты, возможно, будет раш через шорт и выход на базу А. Так и есть, и там уже мы следим за игроками, которые принимают Аплэнд. На Зиву, прежде всего, он работает на картинке, делает один, второй, третий минус, и НБК также ему помогает. Квадрокилл в итоге от француза. Ну и сейчас покупают Hellraiser's, не знаю, по-пистолетному, вот тут такой тонкий момент, знаешь, вот ты выходишь на длину, да, ты видишь, что там чисто, абсолютно никого нет. И вроде как ты должен раскидывать и заходить. Ну, то есть медлить, в общем-то, нет смысла. А учитывая то, что у вас нет люркера под бей, вы там даже мидл не чекали, то есть не оставляли, знаешь, там обычно на респауне кто-то стоит, там стреляется. Но это тактическая ошибка. Может быть, стоило побыстрее двигаться. Я не знаю, я не могу сказать, что это тактическая ошибка, знаешь, то есть идея-то была, они это все сделали правильно, они раскидали смог, зашли, окинули молотов. То, что слишком долго стояли. Ну, это уже, понимаешь, это уже в ситуации того, что Виталий типа джали Б, да, нам-то сейчас это видно, как легко прочитать, да, что долго стояли. Но, опять же, по заходу ничего криминального не было. Нет, заход был хороший, но, понимаешь, ты в какой-то момент, вот если ты занял в пятером длину, да, во-первых, зачем тебе находиться в пятером, если ты стоишь 40 секунд? Ну да, это да, тут согласен. Отправят одного просто на какой-то там термский спаун, пускай оттуда смотрит поджим с базы Б. Все, когда надо, он придет. Как бывает часто, да, то есть есть же еще опции, когда мидл поджимается в пистолетном обороной. Да? Ну, тут, кстати, в этом, да, это резонный вопрос. То есть, если ты стоишь, у тебя по плану простаивает 40 секунд, ты никуда не заняли длину и отошли контролить поджимы. Все, все хорошо. Итак, оружейный раунд в исполнении Хеврейзерс. Есть снайперская винтовка в руках Воксиках. Заметь, без армора, без гранат действует урок. Ой-ой-ой, а это мне не нравится. РПК, ну вот как раз-таки человека, которого не хватало. В первой половине на зигзаге делает два шикарных минуса. А кто это у нас в спине? Дэдфокс вертухи сегодня убивал и в первом полуфинальном матче. Правда, это было против команды Б.А.И.Джи, но здесь было что-то подобное. За динайл тиммейта. Юр, тут такое ощущение, что просто Виталити, знаешь, вот с X-Ray смотрит на карту и все прекрасно понимает. Понятно, что это шутка, понятно, что это не так, но судя по тому, что Хеврейзер заходит через платформу на А, а им уже в спину прилетает фармган, ну это говорит о том, что Виталити сейчас просто на шаг впереди своих оппонентов. По скорости, знаешь, мне показалось, что это был поджим с центра карты, вряд ли это была нижняя тэшка, вряд ли это был терровский спаун, вряд ли это была длина. Это был вот конкретно, скорее всего, заход через центр, который ашеры проморгали. Не исключено. Ну что, такой вот полуфорсик, да, легкий закуп с пистолетами, с гранатами у команды Хеллрейзер, пока они тусуются. В основном под базой Б, отдача центра карты от Тим Виталити, здесь они будут отыгрывать пассивно. Ну вот Аликс, правда, подтянулся сейчас на респаун, получает от себя смок, откидывает Молотов, Ангел рискнул. И вот, кстати, Ангел может здесь подловить Аликса. Да, врыв под флешку будет или нет? Оп! Ай, флешка не понадобилась. Плохо, флешка пошла на Б, нужно дальше двигаться. Хэдшот от Кирилла Карасева, Апекс отвернулся, какой же красавчик, Орех. Ну а вот теперь осталось остановить выход на базу БНБК. Сделал первый минус, второго хоронит, НБК только против Дэдфокса, проигрывает перестрелку. 3% у Иса, 92% у мертвого Лиса. Ну и Зива врывается в ворота, беспощадный Зива. Ой-ой-ой. Слушай, на уверенности. Вообще танк, просто танк, при этом есть РПК в команде Тим Виталити. Ну, было у кого учиться. Действительно, когда у тебя учитель РПК, ты можешь себе позволить взорваться именно так. Представь, ты играешь в команде, ну вот и Зиву, да, и ты играешь в команде с НБК, с Апексом, с тем же РПК, это же ребята, которые, ну, это мегаопытные люди, которые еще со времен Сорса играют. Пацаны, которые выигрывали мажоры. Да, да, тут, конечно, знаешь, буст происходит естественным образом. Никому не нужно звонить никуда, просто спокойно тебя грустят. Тебе надо просто убивать, Зиву, кстати, с этой задачей. И слушать тиммейтов, слушать старших, более опытных тиммейтов. Что, выход на длину? Ну, что-то не до конца понятное. Раскидали Хэллрейзер в длину, при этом выходить не стали. Возможно, мы увидим некий ретейк этой позиции. Так, у нас, по-моему, пока в сухую от Хэллрейзерс в атаке, да? Да, 7 раундов, как было в защите, так и осталось. Да уж, ну, игра явно идет не по плану команды Хэллрейзерс. Пока они проигрывают. Но есть возможность еще исправить эту ситуацию. Но для этого нужна серия неплохих раундов. Ждем какого-то экшена от Хэллрейзерс, потому что действительно нам не хватает интриги для этого гранд-финала. Было бы неплохо, если бы кто-то начал зажигать. Если у Виталити такие парни периодически включаются, Алик зажигает, Зиву включаются, НБК жестко убивает, парочка РПК Апекс. Ну, пока что ничего не будем говорить. Но и троих достаточно, а вот у Хэллрейзерс как-то все очень скучно во второй половине. Зиву, отличный минус, забирает Кирилла Карасева. Попытка прохода по зигзагу, ну, точнее, знаешь, Кирилл только высунул нос. Это даже не попытка, посмотри. То есть он, да, только высунул нос, сразу же ему его отрезали, и все. И все, что дальше? Хэллрейзерс замешкались. Бомба находится все еще в центре карты. Кстати, по раскидке все уже очень плохо. Гранат особого Ашарова не осталось. Здесь сам Контровский спаун. Прямо на голову к Аликсу приземляется Иса. И открывается спиной. Так, ну что, там один на Б, кстати, это шанс. Но у Аликса очень хороший просвет, он решил ворваться, сделал еще и минус. Тут же неплохой ответ от Воксика. И очень важно сейчас сделать фраг на Б. Это был Дэд Фокс, но фраг как раз-таки сделают на нем. Это был НБК, 13-й раунд для Тим Виталити. Пока без шансов для Хэллрейзерс. Да, действительно, французы. Ну, скажем так, вот на втором Дэд Ассе, знаешь, на кого они похожи? На Барселону лучших годов. Который говорил, ребят, забивайте сколько хотите, мы забьем сколько надо. Да. Вот что-то подобное мы наблюдали во вчерашнем матче против Простого. Когда Виталити за сторону контртеррористов, ну, особо не могли собраться. И Простой действительно комфортно себя чувствовали в атаке. Сегодня мы видели абсолютно другую историю. Ашеры уже в атаке не давали Виталити чувствовать себя комфортно. Но в защите мы видим сверхуверенную команду, которая готова забирать этот гранд-финал. Попытка выхода на базу Б, да? По-другому это не назовешь? На минуту 30 уже не было четверых игроков команды Хэллрейзерс. Может, ребята устали? Боринг! Не знаю. Да, это действительно что-то очень-очень... 6-0 за сторону защиты в исполнении Тим Виталити у Хэллрейзерс. Нет денег. Таффа пожимает плечами. Нечего сказать, да? Все мы болели за Ашеров. Все мы болели за Ашеров, но, вы знаете, что-то внутри подсказывало, что победу одержит команда Виталити. Да уж. Итак, что по закупке у Хэллрейзерс в этом раунде? Один Акас 47-й, 3D Glass Scout в руках Воксика. Возможно, ранний выход, кстати, на центр карты. Там Дэдфокс попытался пикнуть на Б-пленте, но все-таки Хэллрейзерс не появился. Ну, пытается подловить здесь своего оппонента. Апекс пострелялся, все-таки отходит. Получил достаточно урона для того, чтобы дальше перестреливаться в центре карты. Ну и Хэллрейзерс... Слушай, ну, беззубо. Честно, мне не нравится их игра в атаке. Вот, по большому счету, им нечем ломать своих оппонентов. Ну, согласись. Слишком скованно чувствовать себя, парни. Да, вот что-то похожее, наверное, на игру про 100. Только игра про 100 вчера была результативной. И они начинали в атаке и взяли 9. Но здесь немножко по-другому все сценарии развивается. И в целом я понимаю, конечно, что достаточно тяжело команде Хэллрейзерс против Виталити. Итак, готовится финальный выход на базу B. 50 секунд до конца этого раунда. Есть информация по Апексу. У Воксика Скаут как раз-таки этот девайс контролирует врыва до орешка. Но Апекс играет очень закрыто. Дождался взрыва дыма. После этого Спрей. Два минуса. Ну, вот размен. Три в два. Воксик и Дэдфокс. Попытаются добраться до установки бомбы в этом раунде. Но, опять-таки же, это очень сложно. Нет гранат у Хэллрейзерс. И пройти все это дело будет невероятно трудно. Дэдфокс с деглом продолжает удивлять. Очередной минус, кстати, для Мертвого Лиса. Это третий минус в раунде. И только Эйс спасает Хэллрейзерс в этом. Да. Но он отменяется. Нет, да, нет, нет, да. Ну, Дэдфокс иногда может керрить свою команду, но не в этом матче. И в целом мы во второй половине вообще просто видим одну команду. Вторую мы просто не видим. Хэллрейзерс нет на сервере. И да, это была достаточно острая ситуация. Этот размен, этот выход на Б. Но нет. Все-таки 8 матч-поинтов, 8 чемпионшип-поинтов. И похоже на то, что совсем скоро мы будем открывать шампанское. Или что мы там будем открывать? Алексей! Что мы будем открывать? Подожди, рано еще открывать. Ламбруска? Ламбруска? Нет, не знаю там. Что мы будем открывать? Воксик с тобой не согласен, Леш. Так, Воксик не согласен. Первый минус есть. Апекса не пропустил на базу Б. Правда, НБК отвечает минусом. РПК хоронит Хоббита. Ладно, открывайте. НБК! 4 в 2. Ну что, есть ли шансы? Нет шансов. Все, Воксик. Я думаю, что можно французов поздравить с чемпионством. На турнире от ВПлей. Лок ин ло. Друзья, аплодисменты. Французы уверенно выигрывают карту ДАЗ-2. И становятся чемпионами первого турнира по CSGO от ВПлей. Кстати, точно так же уверенно, как и выиграли карту кэш. Но на кэше было интереснее.